Вопрос. Мой вопрос касается искупления совершения во время ихрама запретных действий. Необходимо ли кормить шесть бедняков в Мекке или в том городе, где я проживаю? Так как запретные действия, которые я совершил, произошли в Мекке, а также в моем городе. Ответ. Хвала Аллаху. Фидья, искупление, которое должен исполнить паломник за совершение запретных действий во время ихрама, человек может совершить или в Мекке, или в том месте, где было совершено само запретное действие. Исключением является лишь охота во время ихрама, так как искупление за нее исполняется в Мекке. В Рауду-ль-Мурбе сказано. Фидья за бритье волос, облачение не в одежду ихрама или подобное, например, за использование благовоний, покрытие головы и за любое запретное действие, которое паломник совершил вне Мекки, а также за жертвоприношение из-за того, что паломник был задержан, совершается там, где запрет был нарушен. На заповедной территории или вне ее. Потому что пророк, салиллаху алей-и-васалям, заколол жертвенное животное на том месте, где был, в Худайбии, хотя эта территория не относится к заповедной. Также верно заколоть жертвенное животное и на заповедной территории. Пост, избревание волос на голове также можно совершить в любом месте, так как польза от этого действия не переходит на другого человека. А посему ограничивать место совершения этих обрядов ни к чему. Шейх ибн Усеймин, да помилует его, Аллах сказал, То искупление, которое человек обязан исполнить за совершенное им во время Ихрама запретное действие, как сбревание волос, головы, ношение обычной одежды и прочее, кроме охоты, то в соответствии с Мазабом хамболитов, человек имеет право выбора. Совершить искупительные действия или в том месте, где были совершены запретные во время Ихрама действия, потому что именно там они были совершены, или в Мекке, потому что основой является то, что жертвенные животные должны достигнуть Кабы. Таково мнение Мазаба. И это наиболее верное мнение. Человек может выбрать исполнение искупительных действий за совершенные им во время Ихрама запретные действия, кроме охоты. Он может или принести в жертву животное в том месте, где эти запреты были нарушены, так как именно в этом месте это произошло, или перенести свое искупление в Мекку, потому что основой является то, что жертвенные животные должны достигнуть Кабы. Ибн Усеймин. Шархуль Кэфи. Аллах знает лучше.